Я хотел бы, чтобы мы с вами обсудили, что то, что мы предполагали по 15-20 миллионов выделить где-то на каждый район, но мы сейчас хотим более активно эту процедуру произвести. Вот, Тазар Ильич, в части того, что мы... Вот если такой подход будет, сейчас они нам представят, в том числе, расчеты представят по каждому району, в среде того, что мы договаривались, или же через привлечение кредитных средств, с тем, что мы их погасим, или мы им позволяем, или помогаем в данном случае, чтобы летом мы не потеряли, практически могли бы сейчас эти работы провести. Вот по районам. Ну и вот эту часть я хотел бы точно поучить, чтобы это были не разговоры, а на самом деле реально. Видите, что в Нальчике идут изменения, происходят, работы проходят. Я хочу, чтобы, как и в Нальчике, в каждом муниципальном районе, на районной центре, села, в сельских поселениях, чтобы четкий план был представлен, тех мероприятий, которые будут проводиться в этом, ну, по месяцу до конца года. Я вот прохладно собираюсь, я поеду, наверное, посмотрим, или завтра я к вам приеду, мы в обычном режиме поездим, посмотрим, спокойно поработаем. Я хотел бы, чтобы все районы мы охватили. А то сегодня получается так, город Нальчик активно развивается, мы строим на самом деле и выделяем ресурсы, а вот не во всех районах мне сегодня динамика нравится. Спокойно ни один глава района, ни глава там городского поселения от этого просто не уйдет. Мы будем более активно, я просто был, еще раз говорю, может быть, пример не хотел бы в таком виде, ну, в смысле, как негативный пример для нас показывать, но я был в Краснодарском рае, видел, как работает глава муниципальных образований. Земля под ними горит, глаза блестят, только готовы, не дают спокойно жить. Вот когда вы так заработаете, они просто будете исполнительны на местах, когда у нас процессы пойдут. А в данном случае у нас активность глав муниципальных образований на очень низком уровне. Мы их толкаем, давайте вперед, давайте то. Вы должны пересмотреть свое отношение к своей работе. Если у вас не будет изменения происходить, тогда другие изменения произойдут. Связано в том числе, я не хочу здесь, вот, как говорится, не страхи нагоняю, мне нужны изменения в каждом районе, в каждом населенном пункте, чтобы люди чувствовали, что вы повернулись в их сторону. Сегодня, к сожалению, я не везде это вижу, не во всех районах. Где-то это слабее происходит, где-то сильнее происходит. И здесь нужно, чтобы вы это все пересмотрели. Но мы не просто хотим вам сказать, там, вперед, там, на образу, ложитесь грудью. Мы говорим, мы вас будем обеспечивать финансами. В том числе, вот то, что мы сейчас, вот, по 15 миллионов в объеме 150-200 миллионов будем выделять, нужно, чтобы это адресно попало правильно. И вы их использовали разумно. Вот эта часть, мне кажется, сегодня у вас вот, у вас вот такого системного подхода я не вижу. У большинства не вижу, причем главный. А это никуда не годится. Потому что вы определяете авторитет власти, на местах смотрят на том, как вы работаете с населением, какие преобразования происходят на вашем, на муниципальном уровне. Мы можем что угодно говорить и приводить в порядок. Но если вы, вы, в принципе, являетесь, ну, будем говорить так, от верхней исполнительной власти, вы являетесь, с населением непосредственно вы работаете, главы муниципальных образований. И вы это должны понимать. Главы сел, главы городов, главы, я не знаю, районов, муниципальных, которые у нас есть, вы должны быть очень внимательны к этим вопросам относиться. И вот я, для примера, мэр Армавира заехал туда, сходы проводит каждого микрорайона, с людьми обсуждает проблемы, которые есть. Деревья постриженные по трассе, неоновое освещение в селе, не может ходить в каждом населенном пункте, он с людьми беседует, решает те проблемы, которые есть. В кабинете сидеть, только ждать, когда к вам придут, это не годится. У вас замы должны работать очень оперативно. Приводить в порядок дороги, жеки, здания, я не знаю, все, что у вас хозяйство, все, которое у вас есть сегодня на месте. Только так, может быть, иметь авторитет в вас, может получить. Я другого пути не вижу. И бывает эффективный руководитель муниципального органа, или неэффективный. А эффективный руководитель, это тот руководитель, который хочет с утра до вечера, должен этим заниматься. Благоустройством тех территорий, решением тех задач, которые у него стоят. По городу Нальчику я сегодня доволен. Я сам, правда, езжу, смотрю с мэром, каждый двор заезжаю иногда. Мне не лень там проехать, посмотрю, как есть. Я сегодня считаю, что на четверку город Нальчик сегодня работает. Имеется в виду по тому объему и темпу, который сегодня набран, при ведении города в порядок. Это только начало. Это не к 450-летию будем делать, пока мы не дойдем до каждого микроавиона, для каждого дома, для тех людей, которые у нас проживают в столице, в городе Нальчик. Точно такое же должно быть отношение во всех районах уровня. На уровне, особенно, районных центров. Вот я в большей степени, может, в Урландский район, и с тем, что я туда езжу, периодически, еженедельно еду туда, всегда ее смотрю. И то, все равно, Руслан, темпы не те. Надо более активно этим заниматься. Приводить город. Вот зайдешь в двор, уже все, там заканчивается наведение порядка, во дворе. Скамейки разобраны, там торчит металл, там еще что-то не убрано. Там практически для этого огромных денег не нужно сегодня. Ни детских площадок нету, ни освещения нету, ни благоустроены эти территории. Для этого, я еще раз говорю, если у вас программа будет приведения в порядок, сколько мне этого ресурсов нужно, мы дополнительно будем вам помогать. И не надо ждать пока вот, а вот денег нету, вот этого не хватает. Ну, не будет денег хватать, если вы сами не представляете, как вы системно будете это приводить в порядок. Я, опять же, много изменений происходит в том, в Гурманском районе, в Нордкале, я знаю, ни одного заброшенного здания нету. Мы сейчас и торговый центр, дом быта, консервный завод, парковую зону сделали. Но недостаточно. Недостаточно. Проведение субботников, подключение тех предприятий, которые есть на территории, для того, чтобы это все приводить в порядок. Там же не столько денег надо, сколько на это можно тоже уделять внимание. Но я уже о других районах не говорю, вот я в прокладный поеду, посмотрю, в каком состоянии находится город. В Тарнаусе? То же самое. Теперь это хорошо работает, но, опять же, сетки какие-то, какие-то гаражи там. Сто лет там они стоят, не пойму. Ну, вывезти человек 20-50, транспорт туда подознать, и это все сгрузит в одно место, вывезти оттуда. Курортный город мы проезжаем. Вот в больнице когда были, помните, когда я спускался. По этой всей, там, я не знаю, там не деньги нужны, там нужно просто человек, чтобы увидел, что там навести нужно порядок. Понятно, что покрасить здание, дороги положить нужны деньги. На это мы будем выделять деньги. Но сегодня, вот, еще раз говорю, мне ваш темп не очень устраивает. Я точно так же критиковый министр, поэтому вы не только к себе относите главу, что у нас есть вопросы и к министрам, мы те же вопросы перед ними ставим. Но вы должны четко программу видеть, как вы будете это все делать. Вот то, что вы привыкли видеть кругом вас, нас не устраивает. Нас не устраивает абсолютно. И не будет устраивать. И тогда не обижаетесь. Как бы вы ни говорили о том, что вы хорошо работаете или нет, я считаю, что сегодня, для наводителя порядок, у вас еще куча вопросов и проблем. И доверие населения, отношения людей будет складываться. Вот сегодня город Нальчик приводит порядок. Вот я вам скажу, что отзывы людей, тех, кто проживает, совсем другое отношение людей стало. У людей настроение начинает меняться. Они видят, что позитивные изменения, которые происходят, они небольшие. Это только начало. Но исходя из этого, вот за район ЖД вокзала вчера поехали, вот новый руководитель железнодорожного вокзала. Сам выходит, сам же на улице, и людей задействовал. Все навел порядок, вычищает, кафе ремонтируется там, подъезды к железнодорожному вокзалу. Соседний перехожу, регистрационная палата. Вот такой асфальт там. 50 квадратных метров. Я этого позвал, замруководителя, я говорю, слушай, я тебе 2 машины асфальта сюда пригоню. Если вы не можете эти вопросы решать, там условно говоря, ну здание нормально сделали ремонт, а перед ним нету, благоустройство не состоялось. А для этого надо приглашать, беседовать. Если вам не хватает, если у них нет средств, значит надо ставить этот вопрос. И так будем каждый участок приводить в порядок. Другого пути нет. Я когда вижу, что у вас должно быть желание, и, как говорится, и возможности должны быть желаниями совпадать, но все равно желание, в первую очередь, должно быть. Если это мы не сделаем, то я еще раз говорю, что мы дойдем до каждого населенного пункта, и все проблемы, которые есть. Я, правда, езжу по селам, но это не моя задача сегодня, руководитель республики, ездить в каждое село, в каждую улицу приходить, и ставить задачи перед вами. Да, я на первом этапе это буду делать, но на втором этапе это вы. Вы должны по этим селам ездить, по каждому району проводить совещания, сходы людей, какие проблемы у них есть, и решатки проблемы, которые у них накопились. Я не вижу трудностей в решении этих вопросов. Если желание у человека есть, это изменить. Поэтому я просил бы от главы особенно обратить на это внимание. Особенно, потому что вы видите, что тем более год выборов, вы, в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы вас, население, на тех территориях, которые вы находите, вас поддержали. А люди вас поддерживают, в первую очередь, только по тем признакам, которые, изменениям, которые будут происходить. И вот здесь нужно очень внимательно к этому относиться. Следующий год, год выборов президента Российской Федерации. Дальше, там, через полтора года выборы, парламентский выбор. Поэтому вот те деньги, сейчас вот 200 миллионов по партии «Единая Россия», которые выделены, нужно внутри бюджета посмотреть, Азиат Ильич, как мы перераспределим, чтобы районы тоже получили. Может быть, в рамках, я не знаю, тех 100-101 миллиона, которые мы получаем на 430-летие, на 450-летие, может быть, в рамках этого перераспределить, посмотреть, как помочь районам. Если нет, давайте возьмем там кредит, пусть 200 миллионов, не проблема большая, выделим деньги, и пусть они везде у себя, в населенном пункте, приведут это в порядок. Можем мы под это взять кредит? Ледович, можем. Значит, мы, в принципе, вот сейчас, чтобы не дожидаясь по 15 миллионов, по миллионам не нарезать, если они подготовят там, в принципе, вот особенно по дорожному покрытию, по этой проблеме, давайте в летнее время это все приведем в порядок. Я к каждому главе поеду, посмотрю, что вы там сделали. Ну, делайте так, не просто отписаться, а не сделать так, освоить лишь бы эти деньги. Вы должны разумно их освоить, и люди, чтобы увидели, что вы на самом деле, это адресно попадает в точку. Вместо того, чтобы вы меня должны уговаривать, и говорить, торможить нас, и исполнительную власть, мы вас пока заставляем это делать. Я вот, позицию надо чуть-чуть поменять. Я вот говорю, в Краснодарском крае, я увидел этих глав, но я по-хорошему позавидовал. Люди просто горят, и чувствуются подтянутые, готовые к любому решению, к любой задаче. А мы начинаем вот резиновую ситуацию. Ну, не во всех случаях. Опять же, надо подтянуться. Думать, что мы уже все сделали, все есть, и для этого нет. У нас достаточно неправоустроенные, нерешенные задачи во всех муниципальных образованиях очень много на сегодняшний день. и те подвижки, которые сегодня есть, они должны быть динамичны, и очень ускоряться должны. Вот пока только начало и раскачка идет. Я вот в этой части хотел бы, чтобы вы более оперативно этим занимались. Но это вот первое. Второе, вот то, что по партии «Единая Россия». Вот то, что сегодня, то, что вы выделили, ресурсы, которые выделяются. И ничего скромничать, вы... партии «Единая Россия» под рекидой, выделенные 200 с чем-то миллионов, тогда с учетом того, что мы тут говорили о том, что более-больше пропаганды и агитации. Больше пропаганды и агитации. Сейчас будет очень много партий появляться, раскачивать там флагами, обещать много морковки, а когда все закончится, ничего не дадут. И мы создаем информационно-аналитическое управление, будет создано, и жесточайшим образом будем пропаганды и агитацию проводить. Против этого митинга будем проводить три митинга по тем изменениям, которые у нас происходят. И нам нечего бояться или там позволять каким-то образованием. Здесь 5% республики не должны накачивать всю республику негативом. И те издания, которые в этой стороне работают, будем смотреть. И те сайты, которые созданы, в Москве они находятся все. Кто за этими стоит сайтами? Кто их финансирует в данном случае? Просто не хочется этим заниматься. Честно говоря, проблем в республике без этого много было. Но мы найдем противодействие вплоть до разрушения этих сайтов, через хакеров. Мы знаем, как действуют отношения этих людей. Но не надо нас тоже испытывать. Вот я сказал Махте Османовичу, Рахаев так себя повел, ни одной копейки без инги. Пока он там руководителем является. Снимут его, с сего снимет, мы поможем этому без инги с сего. Другого подхода не будет. А то во власти еще с нами будет бороться, из власти будет с нами бороться. Деятель вышел из партии «Единая Россия». Ну пусть выходит. Я это говорю к тому, что у нас не хватает пропаганды, агитации. И мы этим займемся, создадим это управление, чтобы им не показалось, что так легко в республике можно нас раскачивать. И так же во всех районах. Вы должны не бояться и не стесняться. Чего вы боитесь, опасайтесь их. В общем, ни один человек из главы не выступит против. Соберитесь туда на площадь и придите, когда кто-то собирается. Балканский, кабардинский, русский, меня не интересует. Под каким, под какого личина они выходят на улицу. Они начинают говорить о том, что одно, другое, третье. Но абсолютная неправда идет. Нагнетание истерии, какое-то непонятное. И никто не встанет. И никто ни слова не скажет. А чего вы боитесь, я не могу понять. Все, кажется, ждут, но может само по себе пройдет так. Или там президент, или представитель правительства, не знаю, кто этим будет заниматься. Я к чему говорю? Будет шесточайшее отношение. Никому пошатный не будет. Я просто так не позволю этим людям так себя вести в Кабаринобалкаре. И вам. Предупреждаю вас тоже. Не будете вы с этим наводить порядок, тогда не обижайтесь на меня. И члены правительства тоже так же, министры. Никто выжидательную позицию никому не дадит. Если в данном случае чем больше мы изменений проводим в республике, тем больше желания будет раскачать. Не совсем многим нравится то, что сегодня происходит у нас. Поэтому вот такое состояние, знаете как вот, как бы чего не вышло, человек футляр и чичиков. Чичиков здесь не пройдет в республике. Будем мочить всех, где попадутся. Я вас уверяю. И никому не будет другого отношения. Пусть жалуется Верховный суд, Европейский суд жалуется. Они так же научились, когда только не жалуются. Но и вы должны так же относиться к этому. Не сидеть там сложа руки и показывать какие у вас слабые. Собрали там 150-300 человек. Пишут полторы-две тысячи собрались на площади. Наводится порядок, они говорят, перекопались за нас. До столь лет они нам не нужны. И никто их не поддерживает. Вообще все свое. Просто люди пользуются, и нас этого авторитетно желают. Через митинги, через раскачивание республики ни одному человеку путь не дают. Ни во власть, ни к деньгам, ни приближу, ни к чему. Если люди заботятся о республике, о мире, о том, чтобы республика активно развивалась, это не тот путь, по которому они нас хотят повести. И им сегодня спокойно, как были на Балкарии, абсолютно неружно большинству из тех, кто туда выходит. Им надо постоянно в раскачиваемом состоянии держать, а тем образом будут влазить другие, которые не хотят, чтобы сегодня было спокойно у нас в республике. Я просил бы на это обратить внимание. И занимать более активную позицию. Если кто-то сомневается, думает, а подождем, мы и там с теми побудем, и с другими в хороших отношениях побудем, это не пройдет. Я буду смотреть, кто с кем находится, если на стороне власти изменений человек находится, он будет во власти. Не будет ни одной фамилии, я не буду даже смотреть, историю его жизни, где он родился, с кем. Мы должны быть одной командой. Если мы не одна команда, тогда, пожалуйста, идите в другую сторону и занимайтесь там. На митингах там будем встречаться, будем где-то в другом месте встречаться, это ваше право. Но находясь во власти, еще против власти работать, но это никому нельзя позволять. Это просто, еще раз говорю, я за спокойный путь развития, говорить на Балкарии, без применения жестких схем, но не надо испытывать. Власть тоже в этом отношении. Но мы тоже умеем видеть, и не совсем, наверное, слепые люди, что не видим, как это, кому это хочется, и зачем это происходит. И кто проплачивает, скорее всего, эти все мероприятия. А то, получается, не глава района сегодня, главный в районе, а могут туда приехать, собрания собрать, поселом пройтись, организовать какие-то непонятные, еще и на главу муниципального органа могут, еще его попугать могут. Что это такое? Если нет там власти сегодня, нету там прокурора, МВД или других органов не хватает, давайте силу местного самообороны там организуем через власть, если не может, глава себя защищает, условно говоря. Поэтому я хотел бы, чтобы на это главы обратили внимание. Лишний раз. И вот с понедельника, еще раз говорю, мы создаем информационно-аналитическое управление, и жесткое отношение будет ко всем этим мероприятиям. Разумное и жесткое, я не говорю, что это просто будет. Это будет где-то, если в определенной степени мы будем чувствовать, что это люди не деструктивные силы, а то истерика начинается по всей России. Я ее в Москве обсуждал, и в Ростове это обсуждал. У меня абсолютная поддержка в этой части. И там понимают, почему это делают здесь у нас, в Республике. Вы не думайте, что в Ростове или в Москве люди не понимают, каким силам это сегодня нужно на юге России раскачивать ситуацию. Поэтому, когда начинается вот эта истерика там по поводу того или другого вопроса, я принципиально, во-первых, не буду решать, вот так, как кто-то хотел бы это решить через что-то. А во-вторых, мы активизируем сейчас деятельность и молодежных организаций, и митинги жителей города, когда вот такого рода проводят мероприятия. И 10 ударов против одного удара будет. Имейте в виду. И вы также на местах точно так же такую же политику проводите. Но на районном уровне этих вещей меньше, хотя Эльбургский район и Черевский район отличаются тем, что Совет Старейший Незет по этим всем селам агитирует там по возможности. Не скажу, что они предпринимаются меры. И Махтиас Майлович участвует, активно противодействует, и Мердой этому противодействует, но все равно есть факт того, что они это делают. Мы же не можем это, не видеть, что происходит. В чем основное, большинство их не поддерживает. Насколько я информировал. Но они запалтывают, говорят, что это так, что земли будут отнимать, Черевский район будет расформировывать. Откуда такие вещи? И это написано на всей газете или издании о том, что эти процессы происходят. А если в Москве человек живет или где-то, на самом деле он почитает, подумает, слушай, что там происходит в Кабаринополкаре? И какому мы говорим об единственном климате можем говорить по Примбрусе? Ни какой-нибудь сону климата там не будет, ни изменений не будет. Мне очень легко положить на это руки, сказать, да бог себе, образевается, пускай как могут. Но это не путь, это не развитие. И мы должны все сделать для того, чтобы вот эти процессы, они были все-таки управляемы, и дезинформации не было. В данном случае идет просто дезинформация. Кому это надо? Ну, я понимаю, кучки людей, которые или власти хотят, или кто-то им платит из каких-то источников, которые надо определять. Поэтому просил бы на это обратить внимание. Может, не чрезмерно эмоционально, я не хотел бы, стараюсь быть не эмоциональным, но, честно говоря, последние события говорят о том, что они планомерно этим занимаются. Перейдем, наверное, к повестке дня, я чуть-чуть нагрел ситуацию, можно спокойно переходить. Хорошо, я тогда просил бы о чем-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!